Лоренцо Лотто Лоренцо Лоренцо Лотто Известный историк искусства пишет, что Лотто, продолжавший некоторое время в манере Беллини, примкнул впоследствии к манере Джорджоне. Исследователи творчества предполагают, что он был учеником Альвизе Виварини, находя некоторое сходство и манеры двух художников. Альвизе Виварини – живописец, представитель венецианской школы. Беллини, как наиболее известный и значительный венецианский мастер, повлиял на Лотто. Молодой художник имел возможность также познакомиться с достижениями в то время современной ему северной живописи. В Венеции бывал Дюрер, а гравюры немецкого художника получили широкое распространение к югу от Альп. Возможно, что от Дюрера Лотто перенял реалистичное изображение деталей, некий пафос фантастических видений. Яркий свет, сияющие цвета, четкие контуры в произведениях Лотто – характерные особенности северной живописи. Стиль таких художников Чимоде Канельяна был ближе Лотто, чем живопись Джорджоне, Беллини и его учеников с мягким светом, обволакивающим контуры. Между 1503-1504 годами Лотто упоминается впервые в качестве художника. В Тревиза он получает свой первый заказ и испытывает первый успех. Для церкви Святой Кристины в Тевероне близ Тревиза. Тревиза – небольшой город в области Венеции. Кстати, Тревиза считается родиной многослойного десерта Тирамису. Так и рев Маримарочка. В Тевероне Лотто создал в 1505 году алтарь «Дева Мария с младенцем, окруженная святыми». Тип изображения Богородицы, называемой «Святым собеседованием». За несколько лет он приобрел значительную репутацию. Художник был приглашен в 1506 году доминиканцами. С этим монашеским орденом он поддерживал связь до конца своих дней. В 1508 году Лотто закончил большой запрестольный, называемый, образ для церкви Саннора Доминика в Реканате. Он в настоящее время хранится в городской пинокотеке. В 1509 году отправляется в Рим, вызванный Папой Юлием Вторым, для того, чтобы принять участие в украшении апартаментов в Ватиканском дворце. Здесь он работает вместе с Содомой и Барвантино. Содома принадлежит к выдающимся художникам высокого возрождения и раннего маньеризма. Его считали тростепенным живописом, однако, начиная с XIX века, интерес к нему возрос, и в дальнейшем художник занял надлежащее место в ряду великих мастеров. А Бармантино Суарди – итальянский художник и архитектор. Росписи Ватиканского дворца впоследствии были уничтожены, так как требовалось освободить место для произведения Рафаэля. Лотто побывал в Перудже, во Флоренции, где познакомился с работой Перуджина и Рафаэля. Затем вернулся в Марке, что известность контракта, подписанного в 1511 году художником с братством доброго Иисуса Эзи. Лотто обязался написать снятие с креста для церкви Сан-Флориано, и в настоящее время картина хранится в местной художественной галерее. В 1513 году выдержал своего рода соревнования с другими художниками, в результате которого он был выбран доминиканцами Бергама для исполнения запрестольного образа их церкви Чесо Десанти Доминика Эстефано. Через несколько лет получает заказ от графа Джованни Батиста Суарди. Представители известной семьи из Бергама на украшении часовни у семейной вилли в Трескоре, представленной на фреске Капеллы Суарди. Христос в виде виноградной лозы соперничает по странности с загадочными измышлениями средневековой символикой. Его картины находятся в музеях Англии, Средней Европы. Кстати, у нас в Эрмитаже тоже имеются три картины. Лоренцо Лотто «Мадонна», «Сон младенца Христа» и «Мужской портрет». Ну вот, пожалуй, и все, что написано в Википедии о знаменитом художнике Лоренцо Лотто и крупнейшем венецианском живописце. Посмотрите, пожалуйста, картины. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до следующих встреч. Вот сегодня мы узнали о Лоренцо Лотто. Пока-пока, до свидания.